Я сегодня с лайтовым пятничным докладом, чтобы не выжигать никому мозг себе в первую очередь. Я буду рассказывать про новый тайпчекер от Фейсбука. И в первую очередь, нафига вообще Фейсбук его сделал, и как мы все можем его использовать. Я помогаю Валентину организовывать мозгу Python уже, наверное, больше пяти лет. И я деврел в Vox Implant, лет 20 пишу софт, и последние несколько лет общаюсь с разработчиками, рассказываю, как можно писать софт, чтобы было не очень больно, рассказываю про нашу телефонию Vox Implant, вся вот такая история. Когда я выступаю в Европе, там есть интересная традиция, которую я сейчас пытаюсь притащить в Россию. Там все спикеры ходят с Твиттером наперевес, вообще все, нет ни одного спикера без Твиттера. И когда они выходят, у них на слайдах Твиттер, точно такой же хэндл в Фейсбуке, ВКонтакте. И те, кто слушает спикера, гости, они фоткаются, что он в зале, фринди от его, и постят эту фотку, и сразу же тегают вот из серии «Я с Гришей на таком-то митапе, на такой-то конференции». Вот, поэтому вы тоже можете попробовать. Вот мой хэндл «Григорий Ви Пи», прям фоткайте меня, слайды, себя, и сразу постите и тегайте. А я пока начну рассказывать. Примерно три года назад наш бывший уже диктатор Гвид Иван Россум занес в Python типы. В версии 3.5 появилась поддержка типов, появились в стандартной библиотеке удобные возможности задавать контейнеры для всяких разных коллекций, и появилась замечательная утилита MyPy для того, чтобы эти типы проверять. А зачем в Python в динамический язык завезли типы? Кому это вообще могло понадобиться? Почему прошел этот ПЭП? На самом деле это интересный вопрос. Уже много лет я рассказываю про кошелек Миллера. Замечательная закономерность, которая недавно получила подтверждение среди нейрофизиологов, что когда мы внимательно на что-то смотрим, или на кого-то, вот я сейчас смотрю на вас, то в фокусе внимания можно держать не очень много объектов. Вот я, например, смотрю на передний ряд, тут 3, 4, 5 человек, я уже не помню, кто сидит слева. Я разворачиваюсь, начинаю внимательно смотреть про вас, я уже не помню, кто где сидит здесь. Примерно у нас в фокусе внимания помещается 5 разных штук. Безусловно, с фокусом внимания можно играть в разные интересные игры. Например, шахматисты, когда разучивают разные шахматные партии, они запоминают множество комбинаций, и для них новые штуки, это будут уже не положения шахматных фигур, это будут какие-то отличия. Человек, который научился фигачить на, к примеру, Джанго, для него стандартный код Джанго, это не будет новой штукой, для него новые штуки будут только вот необычные какие-то вещи там, идентификаторы и так далее. Чем больше фреймворков, тем больше стандартных подходов человек знает, тем меньше новых штук он видит на экране, и эти 5 спокойно на экране умещаются. Тем не менее, мы пишем код через замочную скважину. В нашем фокусе внимания постоянно 5 новых штук, мы держим там текущий класс, примерно, что он делает, текущий метод, и вот мы потихонечку, смещая фокус внимания, пишем наш код. При этом мы... Странно, штука работает на самом деле. При этом мы через несколько минут уже забываем, что мы писали до этого. Мы держим в фокусе внимания 5 штук, а в нашей программе тысячи, десятки тысяч строк кода. Поэтому, когда мы запускаем нашу программу, ну, мы не уверены, как все эти тысячи строк кода будут работать вместе. Вот когда мы их пишем через замочную скважину, у нас есть предположение, в какую картину все эти мазки сложатся. Но когда мы запускаем наш код, ну, мы не очень знаем, что же там получится. Как правило, есть разница между нашими ожиданиями, как код будет работать, и тем, что мы за 4 часа написали по 5 кусочков. Вот эта вот разница, что мы ожидаем и что получилось, это ошибки. Разные ошибки в наших программах. И есть разные способы борьбы с этими ошибками. Но в целом индустрии разработки софта уже 20 лет. Мы научились. Самый простой способ – это 3Z. Запустил, заплакал, зачинил, повторил. Это хороший способ. Многие начинающие программисты его используют. Я его иногда использую. Че, нормалек? У этого способа есть одна печалька. Он неторопливый. Если мы пишем что-то большое, например, веб-магазин, или фотошоп, или, не знаю, там, какой-нибудь бэкэнд, скраппер, резюме, но мы его до конца года будем запускать, чинить и снова запускать, если там хотя бы 1020-30 строк кода. Поэтому есть более продвинутые способы. Например, делать правильную архитектуру, как нам любят рассказывать на курсах, тим-лиды, профессора, что в правильной архитектуре вам нужно делать декомпозицию, в ваших методах не должно быть больше пяти строчек кода, в ваших классах не должно быть больше пяти методов, в ваших пэкэджах не должно быть больше пяти классов. Все вот это вот. Известная шутка, что любую архитектурную проблему можно ввести в дополнительный слой абстракции и ее решить, кроме проблемы слишком большого количества слоев абстракции. Способ, он, конечно, хороший. То есть какой-то идеальный сферический программист в вакууме, он, конечно, сможет делать архитектуру такой, что в любой точке его программы будет не более пяти элементов, и он из любой точки сможет смотреть, как его программа работает, писать код почти без ошибок, запускать, быстро чинить, и все у него будет хорошо. Я таких программистов не встречал. То есть сделать идеальную архитектуру, ну не знаю, заморозить все и фигачить года три, и тогда у этого Hello World получится идеальная архитектура. На практике, когда сроки, бизнес, деньги, пяток подаванов, кто-то уволился, у кого-то отпуск, ну не, так не бывает. Поэтому нам на помощь приходят линтеры. Линтеры – это такая штука, которая пытается расширить возможности нашего мозга и угадать, а что же мы хотели написать этим странным кодом, и не ошиблись ли мы где-нибудь. Больше всего пользы линтеры приносят в момент написания кода. Это на самом деле очень интересный момент, на котором я сейчас хочу остановить ваше внимание. То самое, которое не больше пяти элементов за весь доклад. Смотрите, вот у вас есть огромная база вашего кода. Например, у вас магазин, написанный на Python, на Django, и вы такие, Гриша сказал, что линтеры – это круто, дайте-ка я натравлю линтер на этот проект. Вы натравливаете какой-нибудь PyLint или Flake, он вам показывает примерно 7000 ошибок, и вы говорите, не надо, не надо. Натравливание линтера на существующий большой проект вам не очень поможет, потому что линтер расскажет слишком много спорных вещей, и вы потратите несколько месяцев на то, чтобы указать в коде, что же вы имели в виду. Но так не работает. А как работает? Вы берете новый проект и включаете линтеры, их можно включить во всех современных IDE, Visual Studio Code, в PyCharm, где угодно, и начинаете писать код. И в то время, когда вы его пишете, линтер вам сразу красным подчеркивает, что вот здесь вы, скорее всего, забыли сделать выравнивание. Здесь вы сделали переменную, но не использовали ее. Зачем вам неиспользованные переменные? Здесь вы, скорее всего, неправильно написали return, а вот тут странно использовали запятую. Вы сразу же в момент написания чините ваш код, и тем самым экономите себе кучу времени на отладку. Это то, чем помогают линтеры. К сожалению, не все ошибки настолько простые. Безусловно, если вы что-то облажались в синтаксисе, в имени метода стандартной библиотеки, то, что линтер может проверить, если вы пишете там sys exit вместо sys exit, ну, линтер догадается, что вы, наверное, не это имели в виду. Но если вы пишете метод, например, отослать имейлы пользователям, и говорите, вот он получает список, затем по этому списку итерируетесь и отправляете. Ну, это валидный Python код, линтер вам ничего не скажет. И только вы знаете, что когда вы пишете этот код, вы имеете в виду список строчек. А потом, минут через 10, когда ваш фокус внимания в 5 элементов сместился, вы передали этому методу строчку. И Python честно по ней проитерировался и отправил e-mail пользователю с именем А, e-mail пользователю с именем Б и так далее. Пример я позаимствовал из очень клевого видео с одной из конференций. Линтеры не помогут, потому что они не знают, что же вы имеете в виду, когда пишете этот код. Да, оно, к сожалению, вот, я тоже борюсь с кликером. С помощью типов мы можем явно указать, что мы имеем в виду прямо в момент написания кода. Это, считайте, такой линтер, который вы вручную добавляете, как ловушку, а через полчаса, или через месяц, или через день они срабатывают и показывают вам, что вот вчера вы сказали, что тут будет список строк, а сегодня вы передали строку. Наверное, вы что-то не то имели в виду. Type Checker в языках программирования, во всех языках программирования, обеспечивает как раз работу с типами и докладывает вам через интеграцию с IDE или в качестве command-line приложения, что же вы имели в виду и что же вы здесь написали. Надо, надо чинить. Как в Python организована проверка типов? Когда три года назад наш бывший беневалент-диктейтор зарелизил Python 3.5, вместе с Python вышла замечательная программа MyPy, которую вы можете инсталлировать с помощью PIP, которую вы можете интегрировать в свой редактор, которая внимательно смотрит на типы и докладывает вам, где срабатывают ваши ловушки. Наши друзья из JetBrains, когда делали PyCharm, они сразу же, прям вот как только в Python начали добавлять типы, добавили в среду разработки PyCharm возможность искать ошибки по этим типам. Там не используется MyPy, там используется встроенный чекер. Он довольно крут, он работает в реальном времени, и как только вы облажались, он сразу же вам об этом рассказывает. Еще у нас есть PyLint, который линтер, который пока ничего не знает о типах, и вот уже примерно два года его разработчики говорят, что вот сейчас мы добавим типы, сейчас все будет, только вот ручек нету, но скоро, скоро, скоро. Есть PyType от Google, которые сказали, что, ну, MyPy это, конечно, круто, но оно не сделано в Гугле, поэтому мы сделаем свою утилиту для проверки типов, которая будет немножко отличаться от MyPy, чем она отличается. В первую очередь, MyPy, он пытается рассказать вам про те места, где вы проставили типы. При этом, если вы типы не проставили, MyPy начинает гадать на кофейной гуще. У него это получается средненько. PyType от Google, он рассчитан на несколько миллионов строчек Python кода, где типов нету. Относится к этому коду уважительно и старается лишний раз вас не беспокоить с предположениями, что вот здесь как-то неаккуратненько. Ну и переходя к титульной теме моего доклада, буквально несколько месяцев назад Facebook зарелизило PyType. То есть вот мало было всех тулзов, которые есть на рынке, теперь еще и Facebook отметился, и не просто отметился. PyType делала та же команда, которая делала TypeChecker Hack для PHP. Собственно говоря, разработчики Facebook, они как раз известны тем, что они первые взяли PHP и добавили туда типы. Потому что первая версия Facebook была написана на пыхе, и когда их база кода выросла просто до неимоверных размеров, они решили, что с этим надо что-то делать, переписывать на Python как-то стремно, поэтому, наверное, мы добавим типы и будем расставлять ловушки и смотреть, что в них попало. Так они добавили в PHP Hack, и теперь сделали нам PyType. PyType написано на замечательном языке OCaml, который, ну как это, такой специальный язык с типами. Он очень хорош с типами, и он очень хорош для создания TypeChecker. И PyType рассчитано на такой массивный параллелизм, чтобы набрасываться на миллионы строчек пайтоновского кода, и быстро-быстро параллельно на ваших четырех ядрах, да еще с гиперфрейдингом на восьми виртуальных ядрах, это быстро-быстро-быстро все перемалывать. Зачем мне дали этот кликер? Еще один TypeChecker, что Facebook хотел сделать. Они, интересно, как Google хотели, ну, сделано не у нас, поэтому сделаем, или все-таки им чем-то не устраивал MyPy, чем-то не устраивал PyCharm, чем-то не устраивало гугловое решение. Ну, на самом деле не устраивало. Они очень хотели быструю проверку типов, потому что несколько лет назад, когда Facebook начал делать PyREM, MyPy работал очень неторопливо. То есть, понятное дело, что если у вас один файлик hello.py, и вы там где-нибудь облажались, MyPy практически сразу же за секунду вам об этом говорил. Но если у вас тысяч, так, сто пайтоновского кода, и мы в одном месте что-то поменяли, например, сказали, что вот этот метод теперь получает не только список строк, но еще и список байтиков, потому что там анти, то пока MyPy переварит все эти мегабайты и скажет, что, а, вон там вот вы неправильно передаете байтики, теперь у вас все взорвется, вы зря сделали это изменение, может пройти 3, 5, 10, 15 минут. Программист там уже кучу всего парифакторил, и тут-то MyPy говорит, о, смотри, смотри, ловушка сработала. Программист туда заходит, смотрит, ой-ё, кто написал этот код, зачем они так вызывают этот метод? Да, похоже, нельзя туда запихивать ничего, кроме юникодных строк. А он уже старался, он уже рефакторил, у него все открыт. Беда, печулька. Основная идея была в том, что Pyri будет все инкрементально делать, все кешировать, держать в памяти, и как только мы что-то меняем в одном месте, очень-очень быстро срабатывают все ловушки. И когда я говорю очень быстро, ребята из Facebook затачивали это все на большие, жирные, тяжелые проекты с миллионами строчек исходного кода. Ну, и они хотели, чтобы всем этим можно было пользоваться в наших любимых средах разработки, например, в Visual Studio Code, потому что в Pycharm, как я говорил, уже все есть. И они очень хотели из коробки интеграцию. Кстати, про интеграцию. Давайте немножко поподробнее про интеграцию. Как сейчас вообще в среды разработки попадает поддержка языков? Вот раньше, например, лет 10 назад, когда в, не знаю, Vim, или Emax, или Eclipse, или там, ноутпад плюс-плюс, сайт, геньи, я могу их очень долго перечислять, хотели добавить auto-completion, или go-to-definition, или хоть что-нибудь сложнее раскраски исходного кода, но программист либо садился, имплементировал это все сам, либо использовал какие-нибудь страшные линуксовые штуки типа Cetax, которые там в отдельном процессе запускались, что-то делали, и потом с ними общались по консольке и пытались угадать, чего получилось. Не так давно Microsoft, когда зафигачила Visual Studio Code, они же не только Visual Studio Code зафигачили свой текстовый редактор, который уже нифига не текстовый редактор, который уже полноценная среда разработки, они еще зафигачили крутейший диалект JavaScript'а TypeScript, который сделал тот же человек, который до этого сделал Delphi, а потом C Sharp. Оцените, да, карьерный путь сперва Delphi, потом C Sharp, два самых популярных языка программирования в мире, а потом, хоп, TypeScript. Так вот, Microsoft увидели, что у них есть Visual Studio Code, есть TypeScript, и они, наверное, хотят, чтобы Visual Studio Code с TypeScript'ом круто работало, чтобы был крутой автокомплит, чтобы был крутой go-to-definition, чтобы ошибки типов сразу показывались. Они, конечно, могли это все строить в ядро, потом они посмотрели на Vim, на Emax, поняли, что их проклянут раз пять, а может и раз шесть, а может и раз пять, и сделали следующее. Они сделали концепцию LSP, Language Server Protocol. Это придуманный Microsoft протокол, который позволяет делать сервера для работы с языками программирования, и они сделали такой сервер для TypeScript'а, и сделали плагин для Visual Studio Code. Работает эта штука довольно примитивно. Плагин для Visual Studio Code, или для Vim, или для Emax, или для Atom, или для Notepad++, или для сайта, вот что вам больше нравится. Он запускает Language Server, написанный на ноде, и далее общается с ним, ну, например, просто через консольку, или по сокетам, или по пайпам, как они там захотели. Редактор говорит, вот у меня файлики открыты. Language Server говорит, так, сейчас посмотрим на эти файлики. Ага, вот в этом файлике такие-то ошибки типов, а в этом такие-то ошибки типов. Ты там программисту где-нибудь об этом расскажи. Редактор говорит, а вот программист написал точечку, какой бы ему автокомплит предложить. Он сейчас на такой строке такого файла. Language Server говорит, так, ну если он на такой строке такого файла, то предложи ему вот эти вот 10 методов, которые он может покомплитить. Кстати, вот их описание. И так, общаясь между редактором и Language Server, простой текстовый редактор становится очень-очень крутой IDE, который позволяет нам писать код неимоверно быстро и практически без ошибок. Visual Studio Code это все в строле для TypeScript, Language Server, понятно, сделали отдельно, поэтому через некоторое время сделали плагины для Vima, для Emax на официальном сайте Language Server Protocol имеется огромный список language серверов и плагинов там для всех возможных редакторов. Посмотрите, вполне возможно, то, чем вы любите пользоваться, уже там есть, и оно может... Крайне интересные штуки. И Facebook из коробки научил Pyre поддерживать Language Server Protocol и даже сделали плагин для Visual Studio Code. Если вы заходите на GitHub проекта Pyre и видите там сорцы, то прямо в корне вы видите Visual Studio Code плагин. Вы можете зайти в Visual Studio Code, выбрать «Установить экстеншн», поискать там Pyre, оно, понятное дело, есть, поставить, и дальше будет магия. Visual Studio Code сразу начнет показывать вам ошибки, несоответствия между тем, что вы написали, и тем, как вы расставили типы. Является ли это киллер фичой Pyre? Можем ли мы говорить, что выпущенная месяц-полтора назад Pyre – это такая крутая штука, потому что у нее есть Language Server Protocol, она интегрируется в Visual Studio Code? Но на самом деле нет, потому что у PyCharm интеграция из коробки, а для MyPy – это скриншот официального сайта Language Server Protocol. Мы видим, что для Python есть несколько реализаций, там есть поддержка MyPy, и, собственно говоря, оно точно так же встраивается в Visual Studio Code. Вы заходите в экстеншены, говорите «хочу Python», затем говорите «хочу MyPy», и Visual Studio Code начинает вам показывать все сработавшие ловушки в вашем коде. А так как это Language Server Protocol, то этим же трюком вы можете научить и многие другие редакторы. Список на официальном сайте. Возможно, скорость – это та фича, благодаря которой Pyre рулит все-таки. Ее делали несколько лет. Команда, которая принесла нам хак для пыхи, но они же знают, как на Акамле делать быстрые штуки. Да, они знают, как на Акамле делать быстрые штуки. К сожалению, они немножко опоздали. Тайпчекер, встроенный в PyCharm, он от рождения из коробки умел инкрементальный режим, умел это делать быстро. PyCharm, которому скормить миллион строчек пайтоновского кода, он не подавится, и он вполне быстро будет отображать все ловушки, сработавшие на ваши изменения. Пока Facebook пилил Pyre, разработчики MyPy тоже сделали инкрементальный режим. Ну, ладно, я, конечно, немножко сгущаю краски, на самом деле Visual Studio Code это все приедет через две недели. Вот, то есть через две недели Python поддержка для Visual Studio Code, там будет инкрементальный режим, оно все будет мега-быстрое, вот сегодня утром Microsoft об этом объявила. До этого нужно было вручную собирать. Тем не менее, MyPy инкрементальный режим умеет, и Visual Studio Code, если в него через две недели загрузить миллион строчек пайтоновского кода, он точно так же не подавится, и изменения в одном месте сработает все ловушки в оставшейся части вашего кода. А в остальном все TypeChecker'ы, они реально похожи. Они используют гитхабовские репозитории TypeShed для того, чтобы проверять стандартные библиотеки, то есть обычные репозитории, в которых написано, что вот у Python такой-то версии, в библиотеке sys, есть метод exit, он принимает число или ничего, не возвращает ничего, и при попытке его использовать там, не знаю, со строкой, ваш редактор сразу скажет, а, вы, наверное, что-то хотели этим сказать, но облажались. И вы сразу поймете, что да, вы же хотели сказать print, но запутались. Все они умеют отдельные файлики PIA, PIA-интерфейс, для того, чтобы рассказать о типах для чужого кода. Но вы же не в любой код можете лезть и рассказывать, где там списки, где строчки, а где числа. Для чужого кода вы можете поставить PIA-файлик. Смейтесь, смейтесь, у меня стресс, когда не работает кликер, для спикера это огромный стресс. Особенно, когда я с одного кликера руковожу слайдами, а с другого дорожной картой презентации. PIA-файлики чаще всего используются для библиотек, но в целом, если у вас есть какой-то код, который вы не хотите менять, например, волшебная папочка Vendor, то вы можете сделать PIA-файлики для нее, расставить там несколько капканов и радостно смотреть, как эти капканы с красивым металлическим звуком срабатывают по всему вашему коду. Там, где вы можете менять сорцы, вы можете прямо в комментах прописывать, что вот этот файл проверять целиком, этот файл лучше не трогать, этот файл проверять только два типа капканов, остальное игнорировать. Все современные тайпчекеры через специальные комментарии очень гибко настраиваются. Так что, если вы запустили тайпчекер, он вам показал 7000 сработавших капканов вымышленных, которых на самом деле никто не ставил, он их сам придумал, то, потратив 5 минут, расставив несколько комментариев, не трогать, не трогать, не трогать, не трогать, не трогать, вы схлопните их количество до нуля, потом расставите сами, и он будет ловить только то, что вы ему скажете. Единственная разница, такая серьезная разница между тайпчекерами, это, что они считают ошибкой. С чего я начал свой рассказ? С того, что ошибка это разница между тем, что вы написали через замочную скважину кошелька Миллера, тем, как вы ожидаете, что ваше написанное будет работать, и тем, как оно работает на самом деле. Так вот, слово ожидание, оно такое размытое, и тайпчекеры немножко по-разному думают, что же вы ожидаете. Например, если в MyPy вы сказали, что функция принимает число, и вызвали ее с числом, но затем внутри этой функции аргументу присвоили строку. Ну, вы же можете этот идентификатор повторно использовать, язык позволяет, то MyPy скажет, что не, 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 ну, это как-то плохо совсем, там было число, теперь строка, ну, сделай отдельную переменную, чего уж так. То гугловое решение, например, считает, что, когда вы сказали о том, что там число, это значит, что вы имели в виду, что вы ее вызывать будете с числом. А что она делает внутри своей тушки, это уже ее личное дело, и проверять это не надо. Поэтому тайпчекеры немного отличаются тем, что они считают ошибкой. Что можно сказать именно про Pyre? Вот появилась она полтора месяца назад. Ну, во-первых, она не работает под виндой, что довольно странно. То есть как? Ее под виндой можно запустить. Можно взять расширение Visual Studio Code, можно поменять вызов Pyre на VSL Pyre, и она даже начнет работать, но, к сожалению, она совершенно не рассчитана на то, чтобы работать в гетерогенной среде. Код сервера довольно наивный, и увидев, например, что пути Visual Studio Code и вашей Linux-овой части отличаются, она сойдет с ума. Еще она сойдет с ума, если вы попробуете ее запустить и использовать с Python отличным от 3.5. К слову, и MyPy и PyCharm замечательно работают с капканами до версии 3.2, да даже 3.0 в упрощенной версии, а в версии Python 2.7 вы можете расставлять капканы в комментариях. И MyPy и PyCharm будут их видеть, они будут срабатывать, но не PyRe. Early Adopters PyRe, когда Facebook им показал, вот я, другие страдальцы, мы все очень удивились, что оно очень огорчается на Relative Import, то есть как только она в нашем Python-овском коде видит Import. что-то, она говорит, что нет, я не могу найти этот импорт, я не могу понять, что по импорте, но я не могу это проверить, все, я устал, я ухожу. И это все очень странно, учитывая, что ребята из Facebook говорят, что у них миллионы строчек кода проверяются с помощью Pyre, ну не знаю, может они вообще не используют Relative Import, или дали нам не ту версию, которую используют. еще их реализация Language Server, она любит крэшиться, например, вы Visual Studio Code, или в Atom, или в Vime, наводите мышку на идентификатор, редактор передает Language Server, что вот у нас ховер случился в таком файлике, в таком строке, что делать будем. Language Server говорит, что мы будем падать. И пятничные выводы про PyRe и проверку типов. Ну, я на самом деле пришел рассказать про замочную скважину, да, это достаточно крутая аналогия, мне она нравится, ей удобно объяснять, почему у нас в коде ошибки. Чтобы ошибок было поменьше, мы со своим любимым текстом редактором можем использовать Language Server протокол. Если вы используете PyCharm, вы молодцы, все, что вам надо делать, это включить демонстрацию сработавших ловушек и капканов по типам. Если вы используете любой другой редактор, например, Vim, или Emax, или Visual Studio Code, как я, или Atom, то все, что вам нужно, это зайти на сайт Language Server протокол, посмотреть, какие есть плагины для вашего редактора, какие языки он поддерживает, подключить что-нибудь, с чем вы работаете, и увидеть магию автокомплита, проверок типов, ховера, подсказок и всего другого, что за несколько лет Microsoft научила делать Language сервера. Сами по себе Type Checker, они немножко отличаются друг от друга в том, как они вам рассказывают о сработавших капканах. Поэтому, если, к примеру, пару лет назад вы использовали MyPy и вам не понравилось, что оно показало 7000 ошибок в вашем коде, вы решили, что не хотите пользоваться этой штукой, то хорошей идеей будет повторить эксперимент, взять другие чекеры, посмотреть разные настройки этих чекеров и вполне возможно, что один из вариантов покажет вам либо мало сработавших капканов, но нужных, либо не покажет вообще, зато вы начнете их расставлять сами, и это принесет вам пользу. И последнее, если вы еще не пробовали, попробуйте использовать Type Checker так, как я предлагаю, то есть не натравливать их на ваш существующий код, а начать расставлять капканы в новом коде. Вы пишете код, вы пишете какой-то метод, и вы видите, что этот метод по вашей задумке получает, например, список строк. Вы тратите три секунды для того, чтобы расставить капкан на вашу задумку. двоеточие лист квадратная скобочка стр квадратная скобочка закрывается. Все, капкан поставлен, и когда через пять минут, или через день, или через неделю, в совершенно другом месте кода, вы вызовете этот злосчастный метод с строкой, с числом, с чем-то отличным от списка строк, у вас сразу же сработает капкан, подчеркнет это красным, вы потратите несколько секунд на исправление вашего кода, и сэкономите кучу времени на его запуск, отладку, придумывание сложной архитектуры, и всего вот этого. Обманул на самом деле, у меня есть еще одно. Буквально неделю назад отцы-основатели Vox Implant подошли ко мне и сказали «Гриша, ну вот ты так помогаешь Пайтон-сообществу, выступаешь, все вот это вот, давай мы наймем первого питаниста, нам тут как раз нужно писать автотесты, вот, поэтому зайди в сообщество, спроси, не хочет ли кто-нибудь в твоей команде писать автотесты, поэтому я нанимаю, мне нужен не мега крутой, просто питанист, который умеет писать на Пайтоне, и который поможет нам круто тестировать Vox Implant. Вот на этой радостной ноте я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Гриша. Да, коллеги, вопросы? Не противоречит ли вообще в принципе диалоги? А мы только в микрофон говорим. Не противоречит ли вопрос без микрофона нам? Идеология питона. Какой вы бойкий. Не противоречит ли идеология питона проверка типов, спрашивает нас очень бойкий молодой человек. Я отвечу цитатой. Память у меня не работает, поэтому цитата будет корявая. Изменения неизбежны, эволюция опциональна. У нас ничего не вырублено в камне, и языки программирования, технологии, они меняются. Десять лет назад идеология Пайтона заключалась в том, что это динамический язык, мы используем линтер и правильную архитектуру. Затем несколько лет назад Гвида один из первых придумал Gradual Typing, то есть возможность писать типы не везде, а только там, где мы сами хотим раскрыть красивые металлические капканы. И именно это новая разработка позволила добавить типы и проверку типов в такие языки, как Пайтон, Джаваскрипт, Пыху и другие изначально динамические языки. Коллеги, еще вопросы? Еще вопросы? Либо все так. Отчего же? Отчего же? Да, давай. Вопросик два на самом деле. Первый вопрос, почему бы не использовать логирование различное. Да, извините, просто экран. логирование почему не использовать для проверки вот таких вещей, как там неправильно переменные и так далее. И второй вопрос, это я не видел ни разу Пайтон-кода на более чем миллион строк и так далее. Где такое бывает вообще? Рассказываю. Первое. Про использование логирования это на самом деле тот самый способ трех Z. Запустил, заплакал, зачинил. Логирование требует запуска. Это просто долго. Если мы пишем много сложного кода, то мы его потом запускаем десятки, сотни, тысячи раз. То есть человек день пишет код, а потом неделю его отлаживает. Я такое видел гораздо больше одного раза. Использование хотя бы линтеров, а в идеале тайпчекеров и капканов позволяет писать код полтора дня вместо одного, а потом отлаживать час вместо недели. Это тупо экономит время. И чем больше кода, тем больше времени экономит. Потому что сложность любит расти. Слово забыл. Никс потенциально. Ну в общем нелинейно. Нелинейно. Что же до второго вопроса, что ты никогда не видел Python кода больше, чем в миллион строк. Ну что я тебе могу сказать? Я тебе завидую. Память у меня не работает, но у меня хорошо работает база знаний. Дайте мне 15 секунд, 14 13 12 10 А, да, хватило 10 строчек код, 10 секунд. Как вы думаете, сколько строчек Python это на в Dropbox? Dropbox это простенькая утилита, которая синхронизирует файлы. Если что, GVIDA работает на Dropbox последние несколько лет. Dropbox это простенький веб-сайт, который позволяет эти файлы загружать и скачивать. 6 миллионов, 6 миллионов строчек кода. Это Dropbox. Я не буду рассказывать про этот, как его, который с комментариями. Discus. Да, Discus. Чтобы не нервировать никого. Еще вопрос. Про Instagram тоже можешь не рассказывать. Да. Спасибо за доклад. Еще небольшой вопрос. Может быть уже в Python есть такой режим, чтобы он во время интерпретации, если вот наткнулся на несоответствие типов, чтобы он, например, кидал какой-нибудь exception. Как это, например, сделано во всеми любимом языке PHP? Смотри, в данный момент, что Python делает с типами? Ничего. Он их выкидывает. Типы сейчас для Python это как комментарии. так же, как комментарии, они помещаются в метаданные. Поэтому в процессе работы интерпретатора мы можем написать какой-то свой код, который будет эти типы вытаскивать и что-нибудь с ними делать. Ну, хороших решений, которые сейчас это делают, я не знаю, потому что понимаешь, типы типы это история про программиста и что он имел в виду. Это ловушки именно на идеи программиста. Использовать типы для того, чтобы в рантайме генерировать эксцепшены это довольно странная архитектура, но креповатая. Такое, конечно, бывает. Возможно, в каких-то вырожденных случаях это оправдано. Но вообще лучше, конечно, отделять теплое от мягкого. И механизм, который сделан для верификации твоих идей, использовать для верификации твоих идей, как ты думаешь, что код должен работать, а для контроля ошибок использовать встроенные в язык механизмы. В конце концов, всегда можно сделать тайп, тайпов, сравнить и ручками выкинуть эксцепшен, если тебе что-то не понравилось. Спасибо. Так, еще вопрос. Ну, давайте, это будет последний вопрос. Маленький вопрос. Спасибо за доклад. По поводу Visual Studio Code. Вот Language Server протокол для Python прилетит в том плагине? Или лучше посмотреть? Смотри, он уже есть, он уже есть, но это неофициальная реализация, ну как неофициальная, это реализация, которая не идет из коробки в пэккедже Microsoft, да, то есть его надо ставить ручками, это именно то, что делал я для тестов, то есть нужно зайти на сайт Language Server протокол, найти там Language Server протокол для Visual Studio Code, сделать чекаут гитового репозитория, взять там extension и ручками его поставить, после чего extension запустит, там MyPyce, incremental mode, все замечательно, через две недели прилетит то же самое от официального Microsoft пэккеджа, соответственно, Python for Visual Studio Code, вы просто ставите или обновляете Python-овское расширение, и у вас стыдыщ, моща, JD и все такое. Здорово. Спасибо. Спасибо большое, Гриша.